Мудрости пословиц Давайте посмотрим на них глазами незнающего, но принимающего и не сомневающегося в подлинности человека Глазами знающего и манипулирующего искаженными знаниями незнающего человека И глазами здравомыслящего человека, которым трудно манипулировать Глазами мудреца мы пока смотреть не будем, но он хорошо понимает три вышеперечисленных категории людей Иногда говорит из сострадания, но в основном молчит Нам трудно понять его, он вне мира двойственности, его сознание в единстве с целым Поговорка Моя хата с краю Народная? Да Деструктивная? Да Она скорее не поговорка, а отговорка Чему она учит? Отделяться от народа, быть эгоистом, ни во что не вмешиваться, ни за что не отвечать и думать только о себе Мог ли народ, который силен своим единением, такое придумать? Я думаю, нет Тогда где вторая часть поговорки? А вот она Моя хата с краю, первым ворога, врага встречаю Это совсем другой смысл В нем посыл патриота, любящего свою родину, свой народ И ради этого готовы встретить врага Как говорили наши древние предки и дуновы Расскажи о такой смысловой нагрузке пословице людям И они удивятся, скажут, что это что-то придумал Правильно надо говорить, моя хата с краю Им даже не вдомек, что умные, но хитрые люди могли исказить или обрезать эту пословицу Изменить ее смысл Ведь малознающие принимают многое, не сомневаясь Как говорится на веру, особенно если слышат это автоавторитетов Но для чего такое искажение? А для того, чтобы разделить людей Через эгоцентризм заставить их думать только о себе И уводить от того, что народная сила в единстве Когда все вместе Вместе и беда нипочем Еще одна пословица И один в поле воин Есть ее продолжение И один в поле воин Если он по-русски скроен Конечно, многие могут сказать, что это придумано Но есть сведения об этом В разных источниках и отнюдь не современных Что значит скроем по-русски? Это человек, знающий свой язык Почитающий своих предков Любящий свой народ и родину Это человек, не боящийся умереть за свою землю Человек, не идущий ни на какие компромиссы с врагами Это душа, живущая в духе Да, действительно, патриотизм – это любовь к родине Родина – это то место, где ты родился Это родители, кто дал тебе жизнь Это род, откуда ты берешь свое начало Родимый, близкий Это все люди, с которыми ты должен быть вместе И вот заключение я хотел бы прочитать стихотворение Не полно, но несколько хотя бы строчек Чувство родины Родина – это раздолье Творческий, смелый полет Родина будет с тобою И никогда не умрет Родина – это сакрально Образ, что в сердце живет Радостно или печально Силу тебе придает Родина – детство земное Зрелость и старость твоя Родина – чувство большое Родина – это судьба Да, Родина – это судьба Надо любить свою Родину, свой народ Это есть основа Это есть те корни Которые ты используешь для того, чтобы познавать этот мир, обогащаться И вот в следующей с вами беседе Мы продолжим говорить о мудрости Которая, как я уже говорил И буду говорить неоднократно Так необходима в этом мире Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok